Уже через пять лет Казахстан будет вырабатывать 10% энергии за счет возобновляемых источников. Такие расчеты приводят в Центре макроэкономических исследований. Мой коллега Дмитрий Крюкович поговорил с учеными и выяснил, какие зеленые технологии имеют наибольшие перспективы в Казахстане. Казахстанские ученые пока делают первые шаги в мир возобновляемой энергетики, хотя специалисты и уверяют, в стране того же угля хватит на ближайшие 200 лет, и дефицит топлива нам не грозит. В Астанинском центре макроэкономических исследований на месте не стоят и ищут новые пути. Здесь разработали математические модели для современных ТЭЦ. Эффектные заказчики уже ощутили, выбросы уменьшились, а вот энергоэффективность объектов, наоборот, выросла в десятки раз. У нас практически 90% электростанций работают на угле. Но с другой стороны, когда уголь сжигается, это является самым мощным выбросом углекислого газа в атмосферу. Поэтому сейчас предпринимать какие-то шаги для того, чтобы резко снизить, невозможно, потому что, во-первых, это бизнес, во-вторых, это занятость населения, а в-третьих, это инфраструктура городов. И быстро перейти на какие-то новые источники, конечно, невозможно. От теории к практике уже на следующем этапе в стране наладят массовое производство ветрогенераторов, солнечных батарей и тепловых насосов. Но, как сообщили в Министерстве энергетики, это произойдет не раньше 2020 года. Пока работают лишь единичные производства. Но и доля зеленой энергии в общем балансе страны не превышает процента. Стремиться есть к чему. В Германии, к примеру, с помощью ветра и солнца генерируют до 30% всей электроэнергии. Ветряная энергия и солнечная энергия будут основными типами зеленой экономики. И она здесь, и, в общем-то, Казахстан богат этими ресурсами. И это нужно будет брать и развивать. По мнению экспертов, Центра евразийских исследований на развитие казахстанской возобновляемой энергетики потребуется не менее 30 лет. Технологии и оборудование зарубежные стоит все очень дорого. Поэтому расходы государства на отрасль постоянно увеличиваются. К 2020 году доля чистой энергии в общем энергетическом балансе должна составлять 10%. Дмитрий Куркович, Женебек, Даулитбек. Итоги дня.